Церковь, Христос народился! Христос народился! Христос рождается! Давайте мы поздравим Господу еще раз большую великую славу нашему Господу Иисусу Христу! Действительно потрясающий концерт, спасибо оркестру, спасибо дирижерам, спасибо всем, кто выступает сегодня здесь. Давайте мы еще больше похлопаем всем участникам. Я приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, всех служителей, всех дьяконов, всех членов церкви, всех, кто, возможно, пришел сегодня впервые на это место, также те, кто смотрят нас, возможно, сегодня в онлайне, пусть Бог благословит вас. Впереди у нас слово, и я верю, что это будет особенное слово, которое попадет в наши сердца, и будет также важная молитва. Знаете, 10 лет назад в моей семье появилось очень такое интересное, я бы сказал, полезное правило. Один раз в год, минимум один раз в год ездить в отпуск. И знаете, к сожалению, такие правила, хорошие такие правила, они приходят не из-за хорошей жизни, а потому что ты переживаешь какие-то перегрузки в жизни, трудишься много и принимаешь такие перемены и такие решения в своей жизни. Знаете, кто-то сказал, что если есть учитель труда, значит, должен быть и учитель отдыха. И знаете, иногда нас жизнь учит. И месяц назад мы со своей женой и еще с нашими друзьями посетили один прекрасный город Будапешт, это Венгрия. Знаете, нам многие советовали поехать туда, и мы действительно были очень благословлены этим городом. Очень красивая архитектура, чисто, прекрасно. Знаете, но лично меня очень сильно благословило и вдохновило то, что это еще было, были, по-моему, 20 числа ноября, весь город уже был готов к Рождеству. Везде были какие-то гирлянды, какие-то украшения. А когда мы проходили мимо церквей, там уже стояли вертепы, были рождественские ярмарки, звучала песня. И знаете, что-то подобное я сегодня увидел здесь, возле нашей церкви. А кто из вас был сегодня на рождественской ярмарке? Поднимите руки. Правда это круто? Можно воздать славу Господу. И знаете, там, когда мы были там, мы увидели что-то подобное. И знаете, когда я приехал домой в Петровское, я, знаете, не увидел этой подготовки. Где-то в моем сердце, знаете, такая вот закралась идея сделать что-то подобное в своем дворе. И знаете, когда я приехал, первое, что я сделал, я поехал в магазин и купил гирлянды. И решил купить не просто немножко гирлянды, купил немного, не мало, 150 метров гирлянды. И украсил свой двор. Вы знаете, мне так хотелось перенести эту атмосферу к нам. И я украсил свой двор. Вы можете увидеть, знаете, фотографию. Я вчера сфотографировал. Это буквально одна часть нашего дома, вторая с этой стороны. Кто-то хочет воздать славу Господу. Аминь. Можно воздать славу Богу. Вы знаете, так прекрасно, когда мы украшаем свои дома. И вы знаете, прошло буквально немного времени, как я заметил, что в нашем селе, вот в Свято-Петровском, многие служители, пастыря, включая нашего епископа и многих других служителей, начали украшать свои дома. И так классно, когда сейчас проезжаешь на машине через наше село, ты видишь эту рождественскую атмосферу. И твое сердце радуется, что мы так прекрасно, так ответственно готовимся к этому празднику. Знаете, я считаю, что очень круто, что мы готовимся и наряжаем наши дома. Но иногда, иногда, заботясь о внешних каких-то фасадах, иногда бывает такое, что в нашей суете мы забываем о том, а в чем же состоит суть праздника Рождества. Очень часто мы, знаете, становимся заложниками каких-то традиций, каких-то дискуссий, например, какого числа праздновать Рождество? 25 или 7? Мы часто начинаем спорить, варить или не варить кутю, как кто-то сказал, тю на кутю. Щедровать или не щедровать? Калядовать или не калядовать? И знаете, когда в Украине ввели День Отца, знаете, да, по-моему, пару лет назад ввели День Отца, и кто-то сказал, ну, осталось еще утвердить два, Сына и Святого Духа. Знаете, я услышал это, думаю, ну, окей, День Отца есть, значит, надо еще Сына и Святого Духа. А сегодня-то какой праздник? Разве не Сына и Иисуса Христа? А Троица разве не Святого Духа? Аминь? Давайте воздадим славу Господу за эти прекрасные праздники. Знаете, Библия раскрывает нам суть сегодняшнего праздника. Евангелие от Иоанна, 3 глава, всем известный 16 и 17 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Если ты здесь, скажи Аминь. Братья и сестры, оказывается, Рождество – это намного больше, чем гирлянды, это намного больше, чем елки, это намного больше, чем кутя. Оказывается, Рождество – это не что иное, как история, история любви Бога к человеку. История любви Творца к своему творению. И сегодняшнее короткое слово я так и назвал – история любви. История любви. О чем же эта история? Знаете, я верю в то, что история Божьей любви начинается с замысла, когда Бог сотворил человека и сотворил все живое. Если вы читали Библию, вы знаете, что Бог творил шесть дней, или кого Бог сотворил на шестой день? Бог сотворил человека. Нас с вами. И знаете, когда Бог завершил процесс творения, Он сказал прекраснейшие слова. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел Бог, что все, что Он создал, видел все, что Он создал, и вот – хорошо весьма». Давайте мы скажем эти слова «хорошо весьма». Вы знаете, сейчас мы обычно не используем этот сленг или эти слова, такое словосочетание, но слово «хорошо» означает «благо», «красиво», «прекрасно», «благополучно». Только вдумайтесь, счастливо, полезно, приятно и желаемо. И первую мысль, которую я хочу сегодня сказать, братья и сестры, Бог так сильно любит нас, что в начале нашего жизненного пути Бог дает все необходимое, чтобы мы были счастливыми и благословенными. Если ты со мной, скажи «Аминь». Братья и сестры, когда Бог дает нам жизнь, особенно когда мы рождаемся, Бог благословляет нас всем необходимым, чтобы мы с вами имели благословенную жизнь в будущем. Я отец троих детей и был на двух партнерских родах. И знаете, я в своей жизни никогда не испытывал большего счастья, как когда акушерка дает в отцовские руки ребенка. Там такая процедура, что вот, в общем, мне это чудо в руки давали. И знаете, что со мной происходило? Вот не поверите, я беру этого ребенка, и у меня текут слезы. Вот чтобы меня довести до слез, надо постараться. А тут никто не доводил, никто не кричал, просто дают ребенка, и у меня текут слезы. И знаете, что внутри, что я чувствую внутри? Что я чувствовал? Вот оно, чистое, незнающее зла, незнающее тревог, незнающее страха в дитё. И Бог уже в него вложил все необходимое для благословения. Разве не так? Бог вложил в этого ребенка, в любого ребенка, разум, который будет развиваться. Бог уже вложил в него таланты, которые будут развиваться. Бог вложил в него определенный характер, который будет развиваться. Бог дал ему все жизненные системы, которые будут функционировать для того, чтобы он жил и был благословенным. Поэтому, братья и сестры, когда мы рождаемся, Бог дает нам стартовый капитал для того, чтобы мы были благословенными. Знаете, когда я женился, мои родители сделали мне ценный подарок. Очень ценный подарок. Они подарили мне двухкомнатную квартиру. И эта двухкомнатная квартира со временем переросла в трехкомнатную, а потом эта трехкомнатная переросла еще в большее жилье. Братья и сестры, так Бог и задумал нашу жизнь, чтобы в начале нашей жизни дать нам все необходимое для того, чтобы мы с вами имели стартовый капитал, чтобы иметь счастливую жизнь. Но что же происходит дальше? Когда человек вырастает, становится самостоятельным, в него приходит второй этап или второй жизненный этап. Это этап выборов и решений. Этап выборов и решений. И знаете, и здесь, в этом этапе Бог продолжает нас любить. Знаете, почему? Потому что Бог дает нам право выбирать. Он так сильно нас любит, что несмотря ни на что Он говорит. И знаете, в Ветхом Совете есть классное местописание. Может быть, вы когда-то читали. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие». И Бог говорит, выбери жизнь. То есть вторую мысль, которую я хочу сегодня посеять в наши сердца. Бог так сильно любит нас, что дает нам право самим выбирать свой жизненный путь. Если ты со мной, скажи аминь. Этот период пришел и в жизнь первых людей. А кто помнит, как звали первых людей на земле? Не уверенно, но да. Адам и Ева. Вы знаете, представьте себе, Бог благословил их всем необходимым для того, чтобы они были счастливыми. Бог дал им чистый воздух. У них абсолютно не было радиации. Вода, которая или реки, которые текли там в Эдемском саду, я больше чем уверен, что можно было вот так вот рукой подчерпнуть эту воду и пить. Не нужно было ставить обратный осмос. Не нужно было ставить фильтрацию. Не нужно, туда не были какие-то канализационные выводы. Ничего абсолютно. Это была чистейшая вода. Чистый воздух. Мало того, то место, где они жили, не было радиации, не было паразитов, сорняков, не было болезней. Знаете, сегодня многие девушки стремятся к правильному питанию. Знаете, есть такое понятие ПП. Да? Кто-то участвовал в этом заговоре? Да? ПП. Представьте себе, у Адама и Евы Евы было круглосуточное ПП. Фрукты, фрукты, овощи вдоволь. Более того, у них было множество домашних питомцев, от льва до кота. Они могли гладить их и общаться с ними. Но что произошло? Мы знаем ихний выбор и мы знаем ихние последствия. Знаете, до сих пор ученые спорят, где жили Адам и Ева. Знаете, какие две основные версии? Я специально посмотрел. Турция или Египет? Знаете, друзья, когда мы едем в Турцию или Египет, мы платим, ну, давайте так скажем, от 500, если один человек едет, до 1000, а может быть и больше 1000 долларов за 7 дней. Слушайте, Адам и Ева жил там бесплатно. Пятизвездочный отель круглосуточно. Но, братья и сестры, тем не менее, имея эти все благословения, он тоже столкнулся с этим периодом выборов и решений. В его жизнь пришел змей, который показал ему альтернативу Божьему плану, и он встал перед выбором, что же ему выбрать и каким путем пойти. Знаете, кто-то также искал национальность Адама и Евы, и кто-то, знаете, решил, ну, ищут, кто они были, африканцы или украинцы, кто они там были, непонятно. Но точно, совершенно точно можно утверждать, что Адам и Ева не были китайцами. Знаете, чего? Потому что вместе с яблоком они, скорее всего, бы съели бы измея. Не дай Бог, да? Поэтому, братья и сестры, взрослая жизнь каждого из нас — это период выборов и решений. Ученые доказали, что мы принимаем ежедневно более 700 решений и выборов, и от наших решений зависит наша судьба в вечности. Я прошу музыканта выйти на сцену. Через несколько минут мы будем молиться. Возможно, ты сегодня думаешь, что ты родился в церкви, или у тебя очень хорошие родители. Послушай, даже если ты родился в церкви, и даже если у тебя самые прекрасные родители на земле, ты все равно столкнешься с этим периодом, когда нужно будет выбирать свой жизненный путь. Вы знаете, я хотел бы кратко засвидетельствовать за своих родителей. Я вспоминаю ихнюю жизнь. Они также переживали эти этапы. Никто не планировал проблем и трудностей. Моя мама родилась в селе, и когда закончила школу, она решила искать лучшей жизни. И как обычно сейчас делают, и сейчас ничего не поменялось, едут куда? В город. Она поехала в Киев, она хорошо выучилась, нашла хорошую работу и стала прекрасным специалистом. Параллельно этому, мой отец, который еще не знал маму, он был очень одаренным. С четырех лет он уже занимался музыкой, играл на различных инструментах. И когда он вырос, он начал выступать во Дворце Украины, на телевидении. Он был очень одаренным музыкантом. В это время он, как и все, работал также на заводе, был хорошим специалистом, получал хорошую зарплату и благодаря этой зарплате купил ту квартиру, которую впоследствии потом подарил. И вот они встретились с мамой и понравились друг другу и поженились. И через пять лет родился я, потом моя сестра. И знаете, все вроде бы было бы прекрасно, но рано или поздно в жизнь каждого человека приходит змей. Приходит этот период, сложный период, непростой. период выборов и решений. И знаете, как в советское время была одна проблема, у моих родителей была одна проблема, они не были с Богом на тот момент. И как в советское время, конец рабочего дня надо отметить, потом дни рождения и праздники, там тоже надо это отметить, а потом все курят, наверное, и я начну курить. А потом развалилась советская система, на которую так многие надеялись. И тогда тоже были приняты определенные решения, ссоры, зависимости, скандалы, разочарования. И все это привело к саморазрушению, к пути к саморазрушению. И знаете, я вспоминаю, это 1994 год, тогда, когда наша семья была полностью потеряна, и мы не знали, что делать, и как выйти из этих всех проблем, которые были вокруг нас, к нам подошла одна верующая соседка. Она жила в нашем подъезде, и она сказала слова, которые изменили нашу жизнь. Вы не поверите, это простые слова. Бог любит вас. И хочу, чтобы мы сегодня с вами приняли одну простую мысль. Бог так сильно любит нас, что пришел в этот мир, чтобы возвратить нам утерянное благословение. Если ты здесь, скажи аминь. Этими простыми словами наша соседка принесла Евангелие в наше сердце. Она сказала то Евангелие, которое мы читали, Иоанна 3, 3, 3, 16. Она сказала это просто своими словами. Бог любит вас. Он послал своего сына Иисуса Христа, чтобы помочь вам и вернуть все то, что вы утеряли. Бог имел прекрасные планы на вашу жизнь, но дьявол изменил эту судьбу. Я сегодня хочу, чтобы мы приняли это для нашего, в нашу жизнь. Он пришел и родился ради нашего с вами спасения и возвращения. Ради того, чтобы дать нам истину вместо лжи. Ради того, чтобы у каждого из нас сегодня был выбор и была надежда. Ровно через две недели мы всей семьей пришли в церковь. И знаете, что произошло? Бог совершил чудо. Реальное чудо. Был призыв к покаянию. Мы не знаем, что такое призыв к покаянию. Мы вообще ничего не знали. Мы пришли первый раз и нам сказали, нам нужно выйти вперед к сцене и будет какая-то молитва. И вот мы, знаете, как послушные овечки вышли вперед к какой-то непонятной молитве и за нас просто помолились. Мы повторили какую-то молитву. И знаете, после того, когда мы вышли из церкви, уже 27 лет Бог освободил от различных зависимостей, проклятий и проблем. Давайте вас дадим славу нашему Господу. Друзья, 27 лет назад мы сделали свой выбор. И сегодня я как никогда убеждаюсь в том, как много зависит в нашей жизни от наших решений и от наших выборов. Аминь. Что же такое Рождество? Это больше, чем калятки, это больше, чем елка, это больше, чем гирлянды и украшения, хотя это все очень прекрасно и нужно. Рождество это история Божьей любви каждому из нас. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги. Сейчас на этом месте будет особенная молитва. Вот такая похожая молитва, которая была 27 лет назад в нашей семье. Знаете, сегодня в мире миллионы людей не знают Бога. Словно Адам и Ева они убедили себя, что живут правильно. Но знаете, их мучает совесть. Но нету людей, которые бы пришли и сказали им о том, что Бог любит их. Не всем рассказали. Я знаю, что и в Вишневом, и в близлежащих населенных пунктах также есть тысячи людей, которые еще не знают Иисуса Христа. Но послушай, дорогой друг, если ты пришел сегодня на это собрание, и слышишь это слово, не уйди сегодня отсюда, не встретившись с Иисусом Христом. И последнее слово, последнее местописание, которое Господь сегодня говорит в твоем сердце. Иоанна 14, глава 6 стих. Я есмь путь, и истина, и жизнь. Возможно, ты сегодня не знаешь, что делать дальше. Какая твоя жизнь будет впереди? Сегодня Иисус говорит тебе. Сегодня Бог, который родился, а на земле Сын Божий, говорит тебе, Я есть. Твой путь, твоя истина и твоя жизнь. Если, возможно, ты сегодня впервые пришел на это собрание, тебя кто-то пригласил, я прошу тебя, пройди сейчас вот в этот проход, центральный проход, и мы вместе с тобой повторим эту важную молитву, которая изменит твою жизнь. Возможно, тебя кто-то пригласил, флайер вручил, либо ты пришел с каким-то знакомым, проходи сейчас сюда вперед. Если вы на балконе, так же проходите вперед, мы ждем вас. А возможно, вы ходили в церковь, но по какой-то причине отступили. Я сегодня хочу так же сказать вам, Бог любит вас. Мы ждем вас. Я верю, что сегодня эти аплодисменты для вас, дорогие друзья. Не стесняйтесь, проходите, мы ожидаем вас. Мы ожидаем вас. Я скажу больше, даже не я жду, а Иисус ждет вас. Он говорит, я есть путь, и истина, и жизнь. Спасибо вам, что вы выходите от церкви. Давайте мы еще раз поддержим тех людей, которые сегодня пришли впервые. Проходите. Также сегодня на этом месте есть и люди, которые вы ходили в церковь, но вы отступили. И когда я проповедовал сегодня, Господь говорил вам в сердце, что-то надо менять в жизни. Пожалуйста, проходите вперед сюда. Проходите. Сейчас не время стесняться. АПЛОДИСМЕНТЫ Помни о том, что выбор меняет все в твоей жизни. Один выбор, один выбор, одно решение может изменить твою жизнь. Мы еще будем ждать. Возможно, ты стесняешься. Помолись этой молитвой вместе с нами на том месте, где ты находишься. И потом мы хотим послужить тебе и познакомиться. Давайте мы сейчас закроем все вместе глаза и скажем эту прекрасную молитву Иисусу Христу. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты пришел на это место, за то, что Ты был рожден ради моего спасения. И я прошу Тебя, Господь, прости меня, прости все мои грехи, осознанные и неосознанные. Я каюсь перед Тобою. И прошу Тебя, Иисус Христос, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем. И будь со мною. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы благословляем тех людей, которые сегодня молились этой молитвой. Мы просим, восполни, разреши всякую их нужду. Укрепи, Господь, то решение, которое они сегодня принимают следовать за Тобой. Покаяться в своих грехах. Сохрани, Господь, их в чистоте и святости и укрепи в церкви Твоей. Благослови их семьи, благослови их на рабочих местах. Благослови во имя Иисуса Христа. И все это скажем. Аминь. Друзья, эти аплодисменты для вас. И... Г 뒤에. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа.